Русский Иван 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 Обрезаю верхушку. Вот первый ярус листьев, вот второй ярус листьев. Вот здесь, вместе с этой кистью, с которой я не имею надежд получить плоды, полноценные плоды, я и обрезаю верхушку. Имею один-два яруса листа. Листья вот эти оставлять обязательно. Почему? По крайней мере в верхней части растений многие люди обрезают все листья, опасаясь фитофторы и других инфекций, и оставляют растения без листьев вообще. Это очень плохо, потому что листья, мы говорили об этом в одном из наших выпусков, являются верхним насосом и обеспечивают поступление питательных веществ и влаги к плодам и по всему растению. Поэтому обязательно листья в верхней части растения необходимо оставлять. Кроме того, необходимо оставлять также и побег, который начнет расти из пазух вот этих вот двух ярусов листьев. Один побег, любой, необходимо обязательно оставить. Почему? Потому что именно он будет обеспечивать работу вот этого насоса подтягивания влаги из земли в листья вместе с питательными веществами. Если вы будете удалять этот пасынок и удалять все листья, то у вас, по сути, нахождение плодов на растении будет эквивалентно дозариванию этих плодов просто в ящике. То есть никакого увеличения сахаристости, увеличения размера плода, увеличения содержания витаминов в плоде уже не будет происходить. Когда этот пасынок начнет отрастать, необходимо также его подрезать, оставляя два яруса листьев. Конечно, нет надежды, что за 7 недель от этих двух ярусов листьев, от пасынка, который отрастет, начнет расти еще один пасынок. Но при всем том, если вдруг такое случится, то опять же отрастает пасынок, на нем надо ставить два яруса листьев и отрезать верхушку. Именно такой режим урезания верхушки обеспечит вам накопление питательных веществ в этой части, где формируются плоды, снизит поступление питательных веществ в саму верхушку для увеличения вегетативной массы здесь и обеспечит хорошую работу верхнего насоса, что, безусловно, скажется и на размере, и на качестве плодов. Поэтому вот такую процедуру необходимо сделать, а когда именно ее сделать, в какой день, вы определяете по примерному сроку завершение вашей культуры томатов, то есть очищение, полного очищения теплицы. Надеюсь, вам становится чуть более ясно, как правильно сделать эту процедуру по удалению верхушки. Если что-то остается неясным, непонятным, оставляйте свои вопросы под этим видео, мы всегда рады на них ответить. Всего хорошего! И вот такие интересные результаты по оценке устойчивости различных бактерий к куркуме. Конечно, в первую очередь интересно узнать, как реагируют на куркуму те бактерии, которые являются составляющими биологических препаратов. Ну вот здесь на чашечку с картофельным агаром я посеял основу препарата бактоген. Это препарат родственной фитоспорину. Вот здесь вот штамм D26 из фитоспорина. Вот здесь сидит бациллюстурингенсис, который является основой липидоцида. Псидомонос здесь, это псевдобактерин. Вот здесь вот основа препарата планрис. Здесь почвенный фосфатмопилизатор, почвенный азотфиксатор и фитопатогенная бактерия эрвиния. Вот здесь они же в том же самом порядке, все посеяны и вот на этой чашке с куркумой. Вот смотрите, что получается. Несколько раз я переделывал этот опыт, как и все свои опыты я переделываю. Ну вот здесь вот сенная палочка из бактогена не выросла. Здесь вот сенная палочка из препарата фитоспорина. Это тоже не выросло. Вот такой небольшой подрост, как и здесь. Это просто такой рост на большом количестве исходной культуры, который был взят на петлю. Поэтому все бациллы и бациллюстурингенсис, который биоинсектицид, они все, к сожалению, убиваются, не растут в присутствии куркумы. Ну а все остальные штаммы и, к сожалению, тоже в том числе эрвиния, которая вызывает и черную ножку, и рак плодовых, она к куркуме устойчива. Что ж, мы будем расширять наши исследования, исследовать еще больше штаммов. Но уже мы можем сделать вывод, что использование куркумы и такого популярного препарата, как фитоспорин, а еще и липидоцит и битоксибациллин, в них входит в состав бациллюстурингенсис, ну, нежелательно. Потому что куркума подавляет их рост.